Налог на мобильные переводы одна из обсуждаемых сейчас тем в экономической среде. Минфин подготовил соответствующий проект закона. Согласно нему, под налоговый режим могут попасть физические лица, которые в течение 90 дней получают денежные средства от 100 и более человек. В таком случае в ведомстве усматривают признаки получения дохода от предпринимательства. Документ вынесен на публичное обсуждение на сайте открытой НПА до 2 марта. Мнение же экономистов на этот счет пока расходится. Одни считают правильным внедрение такого налога, поскольку в Казахстане отсутствует налоговая дисциплина. Мелкое предпринимательство практически ничего не дает в доходную часть бюджета по сравнению с сырьевым сектором. Но рано или поздно сырьевой цикл завершится. Это будет связано с циклическим кризисом, отказом от углеводородной энергии по всему миру. В результате госпрограмм в будущем частный сектор начнет набирать оборот. И как раз налоговая дисциплина выйдет на первый план. Ну а другие считают, что от этого пострадает микро и малый бизнес, который и так находится на грани выживания. Малый и микробизнес это значительная часть населения. Вот удар по ним, в том числе и через увеличение де-факто налоговой нагрузки, это удар по доходам населения. А с доходами, с уровнем жизни населения у нас ситуация очень критическая. Я же говорю, у нас уже элиты своей проводимой политикой довели население до уровня стран Африки, до самых бедных стран мира. Ничего хорошего, как показали январские события, это не принесет. Ну и в целом у специалистов вызывает вопрос относительно столиц, от которых поступают переводы. По их мнению, было бы более эффективно, помимо количества переводов, сделать акцент на их объемы. Ведь действительно, несопоставимы доходы, к примеру, таксистов, у которых много клиентов, перечисляющих деньги, и крупных компаний. Просто тогда, считают эксперты, есть риск возврата микробизнеса к наличному обороту денег, что противоречит цифровизации экономики. Кроме того, вызывает у специалистов сомнения способ предоставления банками сведений об операциях в формате Microsoft Excel. Потому что это сделает уязвимым бизнес в случае утечки данных. Ну и у нас сейчас в студии Владлен Балан, руководитель управления госуслуг комитета госдоходов. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Ну и давайте вот сразу представим ситуацию. Я, кстати, в ней оказывалась не раз. В коллективах, как известно, часто скидываются деньгами на различные мероприятия, на подарки для сотрудников. И делают это, как принято, онлайн. Мы все привыкли уже к электронным деньгам. Да. Можно сейчас вот объяснить, какие последствия теперь грозят для таких вот инициатив сотрудников, как я? Например, вот теперь помимо общественной нагрузки я теперь буду задумываться, а не грозит ли мне это теперь выплатой налогов дополнительных? Ну давайте сначала определимся. Есть два понятия. Мобильные переводы и мобильные платежи. Мобильные переводы – это безналичные платежи, осуществляемые физлицом в физлицу. Мобильные переводы – это переводы, осуществляющие физлицом в адрес индивидуального предпринимателя, ЛЗЧП, либо юридического лица. То есть за оказанный товар, работ, услуги. Пакет поправок, который сейчас обсуждается, он относится только к физическим лицам. То есть там… То есть если на мой счет физического лица будут поступать регулярно какие-то платежи, то это не вызовет никаких подозрений? Смотрите, поэтому мы рассмотрели в критериях три последовательных месяца от 100 различных людей. Грубо говоря, за один квартал в ваш адрес должно поступить порядка 300 транзакций от 300 различных людей. Но… Все-таки 300? 300. Ну если каждый месяц 100 человек… То есть это не за 90 дней 100 человек? Нет, это каждый месяц… Каждый месяц должно быть 100 человек. Да. И здесь еще… То есть на протяжении трех месяцев. Тех месяцев. И необходимо здесь еще сделать ремарку, что сейчас на данном этапе категории, на которые будут распространяться эти именно взаиморасшеты, они различаются. То есть с 1 января 2022 года в эту категорию подпадают только государственные служащие. С 1 января 2023 года дополняются работниками бюджетной сферы и субъекты, и работники квази-государственного сектора. С 1 января 2024 года туда добавляются учредители или руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, ну, соответственно, и их супруги. То же самое и по первой категории. Супруги также подпадают под… И уже только с 2025 года под это подпадают все физические лица. Но эти критерии, которые сейчас установлены, да, они пока… А можно сразу объяснить, почему выбраны были в такой очередности критерии? Ну, для того, чтобы отработать эти критерии. Вот сейчас мы разместили этот НПА на Олигалакси, да, и есть уже порядка 8 комментариев. И многие комментарии носят другой эффект. То есть говорят, почему так много, почему 100? Давайте сделаем 40. Давайте сделаем 40 в день. То есть для того, чтобы эти критерии били 100%, нам необходимо их отработать, сделать выборку, выставить уведомления, проанализировать, где есть какие-то возможные, ну, упущения со стороны этих критериев, да, и систему управления рисками в этом ключе доработать, чтобы, как в вашем случае, она не била по тем лицам, которые собирают там бота или собирают там деньги на день рождения. Есть еще родительские комитеты, кстати, которые очень часто тоже собирают средства. Но вот следить за переводами будет специальная программа, которая уже действует, да, сегодня в банках. Многие опасаются, что будет какой-то сбой программы и личные данные казахстанцев попадут в широкий доступ. Можете прокомментировать этот момент и как вот здесь защищены личные данные? Ну, во-первых, банки на своей стороне будут этот СУР отрабатывать, но они будут отрабатывать только по тем спискам, которые предоставит комитет госдоходов. То есть мы до 15 января года следующего, например, до 15 января 2023 года мы предоставим списки банки. По этим спискам они проанализируют СУР, даст результаты есть или нет. Если есть, они передадут наши данные, ну, скорее всего, здесь будет защищенный канал, то есть который максимально, ну, закроет риски по утечке данной информации. То есть здесь будет только банк и комитет госдоходов. Ну, то есть окончательно этот вопрос еще не проработал? Окончательно нет. Окончательно это все еще в его работе. Банки будут обязаны предоставлять эти данные в налоговую службу. Ну, понятно, на сегодня уже с какой периодичностью это будет делаться по истечении 90 дней, которые были обозначены в законопроекте. Это будет проводиться один раз в год. Один раз в год? Один раз в год. То есть вы будете выявлять таким образом недобросовестных налогоплательщиков только по истечении одного года. С введением приказа о регулировании мобильных переводов изменятся ли ставки налогов? Это очень популярный вопрос от бизнеса. Нет, это никаким образом не повлияет на изменение ставок налогов. Ну, сейчас, как известно, законопроект выставлен на обсуждение общественности. Хотелось бы узнать, как обычно активно пишут наши предприниматели, комментируют, и есть ли уже сегодня какие-то пожелания на сайте? Ну, как я уже говорил, да, там порядка 8 комментариев уже есть. Всего лишь 8? 8. То есть сильной активности нет. С чем вы это связываете? Ну, возможно, многие не знают, что мы проводим такую работу, хотя мы... Любой нормативный правоакт, любой госорган публикует на Олегалакси, публикует на Этериал. Вы сейчас, кстати, можете обратиться ко всем бизнесменам и сказать, где и как часто вывешиваются там законопроекты, и могут ли они высылать туда свои комментарии, пожелания, и как вообще это читается, и вообще учитываются ли их пожелания при обсуждении? Да, конечно, любые комментарии, если они обоснованы, если они имеют под собой основания, а не просто выражение какой-либо позиции налогоплательщика, да, они все анализируются по каждому... То есть есть специальный сотрудник, который читает комментарии? Да, конечно. За каждым нормативным правоактам закреплен человек, который размещает его на всех ресурсах, который доводит его вплоть до подписания, то есть полностью сопровождает его. Как выглядит в таком случае рабочий процесс? Вот вы собираетесь в какое-то собрание у вас, заседание, и говорите, вот сегодня был вот такой вот список комментариев, давайте их обсудим. По итогам, публичное обсуждение, все эти комментарии агрегируются, выносятся на обсуждение. Как часто в таком случае меняют законопроекты? Ну, в зависимости от изменений в законодательство. Обычно нормативные правоакты, они подразумевают собой изменения в каком-либо законе, ну, обычно один раз в год. Нет, как часто меняют законопроекты по итогам комментариев в соцсетях? Ну, такую статистику, ну, довольно часто. Бывали ли такие прецеденты вообще? Бывали, бывали. Вносили изменения, дополняли, либо корректировали, либо убирали. То есть все-таки этот инструмент работает. Ну что ж, спасибо. У нас в студии был Владлен Балан, руководитель управления госуслуг Комитета госдоходов. И, уважаемые бизнесмены, обязательно читайте законопроекты и вносите свои комментарии. Ну, из...